Мы ждем, мы видим вашу экран, рассказываем. Добрый день, уважаемые эксперты. Я Другой Фстандар, ученик 7 класса Татинской гимназии имени Ивана Пудовича Жигуса. Представляю вам нашу работу на тему мультипликации как метод изучения исторических событий и архитектурных памятников. Проблемы исследования изучая вопрос культуры, в частности истории, возникновения и сооружения архитектурных памятников в России, представляют наиболее трудную часть предмета истории. Поэтому разработка и применение методической мультипликации облегчат подготовку к истории и экзаменам. Цель исследования – разработка методического материала в форме мультипликации для закрепления знаний по истории и подготовке к ВПР с использованием программы PowerPoint. Гипотеза исследования – создание мультфильма поможет легче запомнить вид и историю возникновения архитектурных памятников, что поможет подготовиться к ВПР и экзаменам. Мы провели в моем классе опрос на знание истории и о создании исторических памятников. И по итогам несложного опроса из 20 детей только 5 правильно ответили по истории и только двое правильно ответили об исторических памятниках. Мы решили, что более простым и практичным методом изучения истории будет мультипликация в нужде на эмоциональном уровне, более близка для детского восприятия. Для создания нашего контента мы выбрали доступную базовую программу PowerPoint. Из множества направлений анимации мы выбрали лимитированную, так как она более практична в нашем случае. Сначала мы изучили материалы по эпохе Ивана Грозного и более тщательные провзятия оказаний. Картины мы рисовали отдельно в векторной программе CorelDRAW. Далее экспортировали изображение формат PNG и в программе PowerPoint добавили анимацию. В результате своей работы мы пришли к следующим выводам. Узнали технологию изготовления мультфильма. Работа над созданием мультфильма помогла развитию исторического мышления, воображения, умения выражать свои чувства средствами искусства. После просмотра мультфильма все учащиеся моего класса успешно сдали контрольную работу по этой теме. Таким образом, мы думаем, что гипотеза подтвердилась. В будущем планируем продолжить исследование технологии создания мультипликационных фильмов, владеть компьютерной 2D и 3D технологиями и попробуем создать компьютерные мультфильмы. И продолжим серию исторические события и архитектурные памятники в мультфильмах. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы есть? Тогда у меня вопрос. Мы здесь, к сожалению, только ваш первый слайд видели. У вас, по всей видимости, там проблема была с демонстрацией. Может, слово показать? Пролистайте, пожалуйста, где вот этот мультик, который вы нам рассказали. Сказали. Сейчас. Вот он. Подождите. Все. Я там сижу. Скажи. Спасибо. 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 Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Вас слышно? Спасибо. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Спасибо. Добрый день. 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 Начиная с весны 43-го года, люди стали умирать тихо и незаметно. Страшно было то, что смерть воспринималась как неизбежная. Наша старшая сестра Ирина и брат Егор спасли нас от голодной и страшной смерти. Они работали вместе со взрослыми на ловле рыбы. В 1948 году оставшиеся в живых колхозники вернулись в свой родной Алас. Это из воспоминаний нашей бабушки. К 75-летию Перселина на птихом ходе мы поплыли по реке Лене на окраине Сибирь к морю Лаптево. Наша поиска была посвящена в светлую память нашей бабушки. Как нам представилась Болонская земля? В 100 метрах от Кыщурской средней школы на берегу реки Лене находится металлический монумент в памяти черпченки Перселинцев Терсерге, один из которых обломился посередине. Терсерге справа обломанной посередине напоминает сломанную жизнь черпченских Перселинцев и их разбитые судьбы, зло, голод и холод. Разбитые коты я дополняют эту картину, напоминая обо всем, о чем вспоминали бывшие Перселинцы. Заключение. Черпченское Перселение – это исторический факт, должен стать предупреждением и напоминанием всем ныне живущим о губительности жестоких решений для человеческих судеб. И мы, подрастающее поколение, должны всегда помнить обе это. Следующим шагом является, что в 2022 году к 80-летию Перселения готовим материал к публикации включены в воспоминания бабушки, старшей сестры и младшего брата, нашей бабушки и детских родственников, чтобы увековечить наших предков, которые были перестелены на северные районы Якутии. Спасибо за внимание. Большое спасибо за выступление. Воспоминания у вас, я как понимаю, тоже родственников собраны. У нас уже был мальчик, который выступает по аналогичной теме. У вас воспоминания собраны в каком виде? Текстовую. То есть они оставили дневники, да? Да. Очень хорошо. Спасибо большое за выступление. И у нас Таттинские, я как понимаю, да? Уже всё. Так, и идём к следующим. Так, Голиков Вячеслав Андреевич. Голиков Вячеслав Андреевич. Вы здесь? Тогда Курчатов Данил Игоревич. Курчатов Данил. Так, Макаров Александр Семёнович. Это кто у нас подключился? Курчатов? Курчатов, да? Хорошо. Курчатов Данил Игоревич выступает. Ждём Макарова Александра Семёновича или Голушкову Ксению. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые жили и участники конференции. Меня зовут Курчатов Данил. Я ученик пятого Б-класса Покровской средней школы номер один. Анголасского обуса. Тема моей работы – «Ханголасы на танках победы» 2004. Как и многие современные дети, я люблю играть в компьютерные игры. Благодаря одной из игр я увлёкся в течение танков Второй мировой войны. В 2015 году я ездил в солицу России, где посетил парк, где находилась вся военная техника Второй мировой войны. Цель исследования – узнать о советском танке Т-34 и танкистах Анголаса, воевавшем на этой легендарной танке. Задача – изучить и обучить сведения об истории возникновения танка Т-34. Найти информацию о танкистах земляках, державшихся на Т-34, познакомить ребятами школы с историей легендарного танка Т-34. Моя работа актуальна тем, что в год 75-летия победы всем школьникам необходимо знать, что в годы Великой Отечественной войны на танке Т-34 воевали и наши земляки-ханголасы. Впервые танк Т-34 создавался на Харьковском заводе, главным конструктором которого и был Михаил Кошкин. Самым результативным танкистом, советским танкистом является Дмитрий Федорович Лаврененко. Он принял участие в 28 салатках и в день своей гибели, 17 декабря 1941 года, он подбил 52-й танк по счету противника и стал самым результативным советским танкистом периода Второй мировой войны. Наши земляки-ханголасы тоже отважно воевали на танках Т-34. Максимов Петр Петрович родом из Катикатского населения воевал до конца войны на танке Т-34. В 5-й танковой бригаде за годы войны был трижды ранен и несколько раз менялся экипаж танков. Всю Европу пришел в составе танковых войск на танке Т-34. И дошел до Берлина и встретил союзников на Эльбе. Петр Фанасий Егоревич родился во втором жемконе, воевал в 3-й танковой дивизии Забалькальского округа. Служил при штабе командиром отделения и занимался ремонтом танков Т-34 КВСУ. Комаев Филипп Ефимович родом из Соксенского наслега. В 1941 году участвовал автоматчиком во броне Москвы в составе 28-й танковой бригады. Воевал в крупнейшем танковом сражении под Прахоровкой. Забальский Михаил Трофимович родился во первом жемконе, на фронте закончился в Ленинградской танковом училище. Воевал в 8-й армии 2-й моторизованной бригады 15-го танкового полка 2-го украинского фронта. Был командиром танка Т-34. Иванов Настя Егорович закончил танковое училище. Был командиром танково-матрив корпуса 4-го гарантийского ордена. Красного знамени Суворовской и Тузовской 51-й армии. На донбасской земле в боях получил тяжелые ранения и после войны работал учителем в Луганяхтарской школе. В этом году я нашел имена двух танкистов. Это Алексеев Степан Алексеевич, роженец 3-го Ближигарского мастер-лига. Младший сержант призван в августе 41-го года, окончил полковую школу. На фронте был командиром отделения 23-го отряда танкового полка 4-го украинского фронта. Информацию получил от Видео Степановны. Его дочери. Она рассказала мне много о своем отце и показала мне красноармейскую книжку «Свидетельство о болезни» и наградной лист. Петров Петр Федосович родился в 22-м году в селе Ой. Призван на фронт в 42-м году. Воевал на танке Т-34, умер в 51-м. Информацию получил от Евдогии Громовой. Она показала мне чемодан, где находились рисунки, картинки и информации о цели и пушке образца 43-го года. Вывод. Установил, что танк Т-34 является самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов Второй мировой войны. Нашел из разных источников и земляков сражавшихся на Т-34. В этом году в результате поисковой работы дополнительно установил имена ищек воинов-танкистов из Канадского унуса. Нашел архивные документы, фотографии, провел беседу с родственниками воинов. В дальнейшем хочу продолжить поисковые работы по поиску воинов-танкистов. Спасибо за внимание. Большое спасибо за выступление. Вопросы есть? То есть в будущем не только танкистов из Кангаласского района, но и из других районов, да? Да. А сколько всего танкистов? Я что-то со счета сбилась. Немножко отвлеклась. Семь, да? А вот получается они все командиры были, да? Да. Да? Ну, разные, разные. А вы брали в расчет только экипажи танка Т-34, то есть других боевых машин не брали? Ну, Кангаласы на танках Т-34. А может быть такое, что Кангаласы могли драться на других боевых машинах? Да. Например, на противотанковых орудиях? Противотанковых может. Самоходных. Хорошо. Спасибо. Спасибо за выступление. Так, и у нас следующий выступающий Макаров Александр Семенович, вы здесь. Макаров Александр Семенович. Я здесь. Очень хорошо. Вас слушаем. Добрый день. Меня зовут Александр Макаров. Я ученик пятого класса Черопчинской гимназии имени Степана Кузьмича Макарова. Тема о Второй мировой и Великой Отечественной войне всегда будет актуальной, но, к сожалению, современные дети не имеют даже представления о сражениях. Не знают имена героев. И тем более о боевой технике. В связи с этим данная тема приобретает в настоящее время особую значимость. Активное развитие информационных технологий повлекло за собой трансформацию культуры, потребление знаний и в силу чего возникли новые каналы и средства для получения погружения в историю. Наряду со школьными учениками история видеоигры выступает в роли одного из основных инструментов сформирования картин, событий, прошлого в массовом сознании. Цель исследования – изучить события Великой Отечественной войны через компьютерные игры. Гипотеза. Компьютерные игры способны реально познакомить игрока с реальными событиями Второй мировой и Великой Отечественной войны. Задача – изучить советские танки Великой Отечественной войны. Установить связь между игрой и реальными событиями Великой Отечественной и Второй мировой. Определить, какие еще компьютерные игры дают представление о событиях Второй мировой и Великой Отечественной войны. Практическая значимость данного исследования может быть использована как дополнительный материал на уроках истории по теме Второй мировой и Великой Отечественной войны. А также поможет при общении со сверстниками, чтобы играть в те игры, которые перенесут пользу в обучении. В ходе исследования нами изучена игра World of Tanks, которая является практическим материалом данной работы. Военные карты местности боевых сражений игры визуально схожи с оригиналами. При их создании активно использовались фотографии и чертежи местности. Их прототипом одного из местностей, где происходят сражения в игре, имеет название «Прохоровка». Играющему представлена возможность проследить не только за географией сражений, но и их динамикой. По ходу развития событий появляется информация и о событиях войны, и о политических деятельностях в той поры. Также в игре встречаются командующие и участники Второй мировой войны. Большая значимость в World of Tanks уделяется историческим достоверностям в боевых машинах. Это касается их внешнего вида, близкого к реалистичности бронирования, расположения внутренних и внешних агрегатов и экипажа. При создании моделей танков разработчики консультировали с военными, историками и экспертами в области танкостроения. В ходе исследования мы сравнили тактико-технические характеристики танков времен Второй мировой, как и в игре танков, так и в реальных прототипах. И пришли к выводу, что к созданию игры «Мир танков» были привлечены историки, потому что характеристики реальных танков совпадают с характеристиками визуальных моделей. Хотя в игре упрощено управление, ускорение движения танков и перезарядка орудия, обзор адаптирован под игроком, но тем не менее игра привлекает внимание своей динамичности, возможности поучаствовать в событиях, в отличие от книги. Многие места событий действующих видов вооружений соответствуют реальным, дают представление о том, что происходило во время Второй мировой, это доказывает нашу гипотезу. Изучив игру «Мир танков», мы захотели узнать, есть ли еще игры, повторяющие события Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Нами был получен список игр, которые вы видите на таблице. Таким образом, мы пришли к следующему выводу. Первое. Компьютерная игра может быть альтернативой книгам в изучении истории советских бронетанковых войск. Второе. Через компьютерную игру можно привлечь внимание сверстников к изучению истории Великой Отечественной войны. Третье. Есть игры, повторяющие события Великой Отечественной войны и Второй мировой. Четвертое. Может вызвать у подростка устойчивый интерес к дальнейшему самостоятельному изучению истории. Пятое. Создать у школьника более полные картины исторических событий. В будущем мы планируем изучить другие возможности компьютерных игр. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Вопросы есть? Так, у меня вопрос в таком случае. Вы сколько времени играете? Ну, если читать каждый день, я сильно в компьютеры не играю. Больше не играю. Часик один. Нет, с какого года примерно? А, где-то с 11 лет. Не, с 8 лет. С 8 лет? Мне сейчас 12. 4 года уже. Ну, и все вот в этой игре, да? А в каких режимах играете обычно? Режимы 15 на 15. Ну, иногда иду тренироваться. А самый большой объем серебра сколько у вас был? Самый большой объем серебра это 3 миллиона. У вас было, да, лично? Угу. Ой. Тоже играет так. Хорошо. Спасибо большое. Так, у нас следующий выступающий. Так, ну и у нас, по всей видимости, остались только городские, да? Так. Глушкова Ксения Борисовна. Вы здесь? Да, здравствуйте. Давайте, мы вас слушаем. Меня зовут Глушкова Ксения. Я ученица 6-го Б-класса, МОБУСОЖ номер 10. Тема моей выбранной темы – исторический вклад женщин в Якутии в годы Великой Отечественной войны, участие женщин в крупной промышленности Якутии. Актуальность моей выбранной темы состоит в том, что в том году наша страна и республика праздновала 75-летие Великой Победы. Цель моей темы – показать участие женщин в развитии крупной промышленности Якутии в годы Великой Отечественной войны и их вклад в дело Победы. Задача – найти и изучить литературу по данной теме, проследить, какими нелегкими профессиями овладели женщины в годы войны. Новизна работы для меня в том, что я впервые соприкоснулась с источниками, то есть с архивными документами. Научилась вместе с учителем работать в системе AIS RAL Archive, электронно-читательный зал, который дает доступ к научному справочному аппарату и оцифрованным образом архивных документов через сеть интернет. Роль женщин в суровые годы Великой Отечественной войны особенно возросла. Оставшиеся в тылу женщины героическим трудом помогали ковать победу над немецко-фашистскими оккупантами. В начале войны в связи с мобилизацией на фронт основной части дружников шахты-рудников ведущей отрасли. Начало массового выхода женщин непосредственно на золотодобычу проложили домохозяйки Верхнемайского прииска. Домохозяйка Кудрявцева организовала и возглавила женскую старательную бригаду. А Пономарева и Сосновская тоже организовали женские старательные бригады. Кроме специальностей горняков, женщины овладели другими, не менее полезными и необходимыми профессиями. Судовой подвиг женщин становился массовым. Поместно возникали бригады и смены, состоящие полностью из женщин. В конце 1941 года на золотодобыче Алдана работало 13 женских старательных бригад. В целом, по тресту якутзолота к 1943 году новобранцы, то есть женщины, составляли 82% рабочих. В Якутии в годы войны была создана и начала быстро развиваться следяная промышленность, которая имела важное оборотное значение. Была создана другая новая отрасль промышленности – хрустальная промышленность. Вступили в эксплуатацию прииски и фабрики по добыче и обогащению оловянной руды. Всюду на место мужчин, ушедших на фронт, встали женщины. В годы войны успешно продолжала развиваться угольная промышленность Якутии. Здесь также создавались женские бригады и смены. Выводы. Одной из ведущих отраслей Якутии в годы войны оставалась золотодобывающая промышленность. Женщины за короткий срок освоили трудные горнятские профессии. За годы войны резко изменился состав рабочей силы за счет привлечения в производство женщин. Количество женщин на предприятиях республики росло с каждым годом. Женщины хорошо и быстро осваивали мужские профессии. Это указывает на высокие моральные качества, патриотизм и ответственность за будущее страны. Это было трудное время. Оставшиеся в тылу женщины своим героическим трудом помогали одержать победу над немецко-фашистской Германией. До войны женщины в основном были домохозяйками. В тяжелые годы войны они во многом стали главами семьи. Были вынуждены сами обеспечивать свою семью и работать на фронт для победы. Женщины в годы войны с успехом овладели самыми сложными и трудными профессиями во всех отраслях крупной промышленности и стали надежной заменой к филарифицированным рабочим, ушедшим на фронт. В работе использованы документы архивного фонда национального архива. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Вопросы есть? А есть ли статистические данные какие-нибудь сравнения? Да, в презентации есть. А почему презентации нет? У меня сейчас нет возможности, потому что я не в городе. У меня нет компьютера. Понятно. То есть там статистические данные, сравнения, да? Сколько? Да, там таблицы. Не хватает статистических данных наглядность посмотреть. Спасибо. Да, большое спасибо. Так, мы слушаем следующего выступающего. Это у нас Голиков Вячеслав Андреевич. Здравствуйте, меня зовут Голиков Вячеслав Андреевич. Я учусь в седьмом классе гипотарской школы Устянского района. Тема моего сегодняшнего доклада «Становление и развитие почтовой связи Верховьяния». Методы исследования, поиск информации, изучение литературы, словарей, архивных документов, источников сети интернет, работа с информантами. Хронологические рамки данного исследования охватывают период с 16 по 20 век. Проблемы, понимаемые в работе загрязанных, в том, что сегодня практически ничего не знаем у старых почтовых трактов в Южной области, особенно в архивской зоне Якутии, например, в Верховьянии. Как работала в это время почтовая связь и с каким проблемами она сталкивалась. Цель исследовательской работы – установить хронологию развития почтовой связи в Верховьянии, объяснить значение топонипов и старорусских почтовых терминов. Ознакомиться, опубликованной в разные годы, воспоминаниями и записками путешественников и русских революционеров. Для осуществления этой задачи были поставлены следующие задачи. Различить максимальное количество информации из фотографий, архивных документов, словарей. Постановить хронологию развития и расширения в нашем регионе почтовой связи почтовых услуг. Изучить термины, связанные с почтой и топонимом вдоль Верховьянского тракта. Развитие почтового дела в России. Начало и результате почтового дела в России восходит ко времени натурального почтового повинства, состоявшего в даче княжескому гонцу, поня и корма. В Киевской Руси уже в 10 веке существовал повоз, обязанность населения предоставлять лошадь и отстанок стан к княжеских гонцам и слуг. Развитие почтового дела в Верховьяне. В Верховьяне столь малодоступно и легендарно числилось в былые времена по всей России. Но у истории почты севера, востока Азии достаточно оснований, чтобы писать этот край в своего актива. Между речью, Лена и Яна славилась не только самыми низкими температурами, но и бездорожием. Оно никогда не было оплаты с даром крупных исторических событий. Но ни глухома, ни жестокие морозы, ни бездорожи не помешали этому краю прибавить к летописам истории почты. Много ярких и интересных страниц. На данном слайде вы видите почтовые тракты станции Крайнего Севера Якутии в конце XIX века. Почтовый тракт «Верховьянский перевоз. Участок Якутска-Верховьянск». Воспоминания и записки о почте в Верховьяне. Наиболее интересным содержательным источником информации о почте северных округов Якутии являются опубликованные в разные годы воспоминаниями записки путешественников и русских революционеров, оказавшихся в политической ссылке в Верховьянске и других населенных пунктах края. Изучив проблему становления и развития почты в Верховьяне, я нашел очень много интересного. Старые карты, исторические фотографии, служебную переписку, письма революционеров, политических ссыльных, дневники путешественников, почтовые марки, отчетки, петячи, чати, которых уже не встретишь. Также мы узнали происхождение и значение тех или иных географических объектов и почтовых терминов. Как за не очень продолжительное время поменялся русский язык, исчезли некоторые буквы из алфавита, и как тяжело жилось людям в прошлых веках, но никакие катаклизмы не могли помешать развитию почтовой связи. Большое спасибо. Вопросы? Можно я задам? Очень важным в исследовательской работе является научная этика, то есть значение тех работ, которые осуществлены вашими предшественниками. Какие работы научные трубы вы использовали при написании своего исследовательского проекта? Труды ученых. Я использовал Фитценмайер, Мостахова, Пекарский, Сашенков. По Верхоянскому почтовому тракту, на самом деле, одним из основных исследователей является Казарян. Павел Ливонович, его труды вам известны? У него прямо есть специальный исследовательский труд по почтовым трактам, и Верхоянский почтовый тракт, он исследован в том числе. Нет, его труды мне неизвестны. Надо учесть на будущее и воспользоваться тем, что уже этот труд имеется, и вы могли бы использовать его для усиления качества своей работы. Спасибо. Большое спасибо за выступление. Так, дальше у нас слушаем Дмитриева Рустама Ионовича. Продолжение следует... 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 Америка салаты посылает германию, большевики и германии столицы на первом месте. В Берлине на Украине на Украине 34 самолетовый собачок воспитания брата Алексей Элитигар Багрева, боевой расчет командир Борисов. Играет музыка. Играет музыка. Это, получается, тоже работа по семейным архивам, да? По семейному архиву, да? Воспоминания. Еще, да, поскольку архив тоже есть. Очень хорошо. Мне очень понравилась ваша аватарка. Такая в форме. Спасибо, Рустам, что были с нами. Так, и слушаем следующих выступающих. Это у нас Игнатьева Ирина Петровна. Вы здесь с нами? Да, да. Хорошо. Здравствуйте. Нас зовут Ирина Инарияна. И мы сегодня выступаем с проектом журнал «Бессмертный полк второй школы». Одной из актуальных проблем современности становится вопрос, как сохранить память о подвиге наших ветеранов к 75-летию. В мае этого года 11-й Дэй устроил акцию «Бессмертный полк второй школы» в школьном инстаграме «Скулту Якутск», куда каждый ученик мог отправить фотографию своего ветерана. или истории своей семьи в годы войны. Каждая биография, каждый текст опубликованы под фотографией ветерана. Часть истории страны, которые в случае прочитали половину аудитории подписчиков инстаграма школы. Поэтому мы решили продублировать эти бесценные строки в специальном выпуске школьного журнала «ТЭТИ». Мы предполагаем, что обращение героическому прошлому через журнал «Бессмертный полк второй школы» даст возможность на практике реализовать активную гражданскую позицию, формировать любовь к родному краю, гордость за подвиги своих земляков, желание дальше изучать славную историю Родины, проектные продукты, журнал «Бессмертный полк второй школы», методы проведения исследования, сбор информации, практическая деятельность создания и презентации журнала. Практическая ценность данной работы заключается не только в акцентуализации, внимании к подвигу народа, но и возможности применения материала на уроках, выставках и тому прочее. Изначально мы хотели сделать книгу, но руководитель медиа-студии предложил начать журнала, который у нас в школе уже имелся. Тетим – глянцевый журнал с периодичностью 4 раза в год, но бывают и спецвыпуски, и он предложил делать спецвыпуск с ветеранами каждое 9 мая, чтобы к 2025 году выпустить настоящую книгу. Так как основной подготовительный этап по сбору информации был проделан 11 МД, нам нужно было рассортировать историю по классам. В сентябре мы сделали макет, самый простой на программе «Корролд Роуф». Работали в школе, но со второй четверти верстали дома из-за карантина. По разным причинам в журнал попали 93 истории, всего на 43 страницы. Журнал начинается с редакторской колонки, выходных и задержания. Затем идут два сочинения победителя всероссийских конкурсов сочинений, где Зоя и Костя рассказали про боевой путь своих дедов. Затем истории про героев наших учеников с фотографиями самих наследников, поделенные по классам. В будущей книге он будет в алфавитном порядке. В итоге мы сверстали журнал в конце декабря. Мы проделали огромную работу по верстке, так как у всех было разное количество символов и фотографий. Присутствовали на первой сборке нашего журнала. Спуск полоск, распечатка, беговка, резка и сразу отдали на редакцию. Мы сильно рады, что успели выпустить журнал «Кот памяти и слава Великой Победы». В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам. Первое. Сохранение исторической памяти очень важно для патриотического воспитания подрастающего поколения. Мы, наверное, последнее поколение, которое еще может встретить живого ветерана. А дальше будет все в книгах и фильмах. Второе. Печатная продукция сможет лучше информировать детей, чем цифровой носитель. Третье. Посредством журнала мы предполагаем, что обращение к героическому прошлому через журнал «Бессмертный полк второй школы» даст возможность на практике реализовать активную гражданскую позицию учеников. Четвертое. Изучение «Корал-драу» будет продолжено. Да. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Вопросы есть? Так, у меня вопрос возник. Так, ребята, вот вы журнал создали, специализированный, да? Но я как понимаю, все началось из Инстаграм вашей школы, да? Да, да. Идейным вдохновителем того, чтобы в Инстаграме опубликовались эти сведения, кто был? И Лена Александровна. Лена Александровна. Хорошо, спасибо. Спасибо второй школе за журнал специализированный. И слушаем Павлова Николая и Еремеева Василия. Так, вас много, да, ребят? Дмитриев, Валентин, Хампхоев, Абдурахман, Шестернев, Глеб. Вы здесь, ребята? Да, сейчас. Так, слушаем вас. Оль. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые эксперты. Мы представляем шестой класс в обусочном номер 25 города Якутска. Кто мог подумать, что ты был будущим герой Советского Союза Владимир Денисович Лонгинов? Цель доклада – увековечивание памяти героя Советского Союза Владимира Денисовича Лонгинова. Задача первая – изучить материалы по биографии. Второе – выделить самые главные моменты биографии. Третье – сделать заключение. Жизнь Владимира Денисовича Лонгинова можно разделить на 10 периодов. Отец Денисович Ефтасевич родился в 1884 году в семье лекаря в прошлом дептюнском улусе. По национальности русский. Работал священником. Мать Сусанна Петровна родилась в 1889 году в селе Баяра, Баягантинского улуса. У них было 8 детей и один приемный ребенок. Лонгинова прожили в селе Бяськюэль 7 лет. Работал в храме священником. Отец Денисович Ефтасевич был направлен в Усть-Алдан. В апреле 1920 года семья перебралась в Усть-Алданский район. О воспоминаниях мудрящего Василия, когда я помогал им с переездом, Владимир был еще ребенком. Тогда кто смог догадаться, что это был будущий герой Советского Союза? В 1920-1927 годах Лонгиновы жили в Танзе. Отец работал священником в храме, мать учительницей в школе. По воспоминаниям сестер, Володя Лонгинов был среднего роста, худущавого телосложения, был очень жизнерадостным, приветливым мальчиком. Увлекался различными книгами, гработно писал и читал по-якутски. Занимался охотой, лыжами, у него было много друзей. В 1922-1929 годах Лонгиновы проживали в селе Тюлях, Дюпсюм, а затем переехали в Якутск. Жили в доме номер 6 по улице Тимирязева. Летом 1929 года Володя учился в русско-татарской школе. После окончания курсов соцстрахования в сентябре 1939 года до начала войны работал бухгалтером. Государственной страховой инспекции в Томском районе в 1940 году вступил в комсомол. Владимир Денисович, живя в Томске в 1941 году, был госпитализирован в Якутскую областную больницу и в августе 1941 года уехал на фронт. Владимир Денисович Лонгинов был командиром отделения пулеметной роты 206-й дивизии 722-го полка 1-го стрелкового батальона в бою за Плацдаром. Владимир Денисович Лонгинов огнем своего пулемета уничтожил более 80 солдат и офицеров противника. За мужество и героизм в боях за Плацдаром старшему сержанту Владимиру Денисовичу Лонгинову указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Красная звезда», награжден Орденом Ленина. 26 декабря 1945 года семья Лонгиновых получила письмо о том, что пропало без вести. 18 ноября 1943 года получается, что он награду не получил. Владимир Лонгинов героически погиб под селом Пшеничники Каневского района Черкасской области. В 2005 году Атамайской средней школе присвоено имя Героя Советского Союза Владимира Денисовича Лонгинова. Владимира Денисовича Лонгинова был один спорный момент в его жизни, где он родился. Заслуженный учитель, райовед Михаил Ефимович Тимофеев обнаружил в 80-х годах личное дело Лонгинова 1939 года. В нем, говорится, Лонгинов родился 2 сентября 1919 года в Горном районе. Таким образом, хочется сказать, что мы гордимся нашими воинами и гордимся их героическими поступками во благо нашего мирного существования. Спасибо за внимание. Спасибо, ребята, за выступление. Вопросы? Так, ребята, в каком округе нашего города стоит памятник вашему герою? На Площади Победы, возможно? Нет? Нет, памятник еще не поставили ему. Памятник на Сайсарах же стоит уже у Лонгинова. Сквер там открыт уже. Открытие. Сквер матери? Да, в Сайсарах там сквер Лонгинова специально есть. Очень большой памятник. Но оно еще облагораживается, можно сказать, да? А, он еще не открыт, да? Нет, но открытие такое было, как бы, да? Но там еще как бы идут, как сказать, облагораживаются, да, отдельные работы идут. А так вот в Сайсарском округе нашего города будет большой сквер и памятник, посвященный вашему герою. Спасибо за выступление. Так, слушаем Попова Максима Геннадьевича. Максима Геннадьевича. Добрый день, уважаемые эксперты и участники конференции. Меня зовут Попов Максим. Я ученик 6-го А-класса Сахаполитехнического лицея. Разрешите вам представить нашу работу «Чуропчинское переселение в судьбе моей семьи». 77 лет тому назад была написана одна из самых черных страниц якутской истории. Насильственное «Чуропчинское переселение» — это трагедия всего якутского народа. Только спустя полувека мы узнали правду, как баржаны, наполненные людьми, тронулись вниз по реке Лени в северном направлении. Среди этой кричащей и рыдающей толпы была и семья моего прадеда Никонова Александра Усильевича. Он отправился на север вместе со своими сестрами Марфой и Варварой и маленьким племянником Дмитрием, которому было два готика. В первой части работы нами просмотрены материалы и литература по истории по переселению. Изучив их, мы узнали, что в 1942 году выходит постановление Якутского кома партии о переселении «Сорока» на Коколхоль за Черопчинского района в районы рыбной ловли — Кобяйский, Жиганский и Булунский. По разным данным, на север было переселено около пяти тысяч человек. Процесс переселения превратился в настоящее бедствие, начиная с пристани Нижней Бестяк, где уже начинались первые потери. Лишь в 1944 году новое партийное руководство решило вернуть переселенцев на родину. По данным, на 1 января 1947 года из числа переселенцев вернулись в родные места 1108 человек и 4988. Во второй части работы нами собрано воспоминания моих близких о жизни моего прадеда и его семьи в Булунском районе. Они больше десяти дней ждали пароход под Нижним Бестяхом на берегу. Их 18 сентября увезли в Жиганский район. Где-то через 10 дней в Жиганском районе высадили 11 колхозов в разных местах. Оставшиеся два колхоза — третий интернационал и кыгл-крыс из Хадарского наследия. Ночью совершенно незапланированно высадили в местности в Истах на границе двух районов — Жиганского и Булунского. Их встречает голый каменистый берег без жилых построек. Наши переселенцы начинают строить один большой временный барак и несколько балаганов. Прадедушка с семьей заселяются в большой барак. Из-за постоянной холодной ветреной погоды, недостатка продуктов, отсутствия древесины для отопления, люди начинают болеть и умирать. Прадедушка тяжело заболел цингой и лежал несколько месяцев. Однажды кто-то сказал, вынесите этого мальчика на улицу. Кажется, он умер. Услушав это, прадедушка, собрав последние силы, сумел движением показать, что он еще живой. В январе месяце Шемяков Николай Васильевич по дороге в Булунский район на предвыборную встречу обнаруживает наших переселенцев. Именно он проинформировал о бедственном положении переселенцев. Руководство Булунского района оттуда отправляет продукты. Таким образом спасает их от еще большого бедствия. Весной 43-го года оставшихся людей переселяют в Выков мыс. Местное население очень тепло встречает переселенцев. Наши трудились самоотверженно, добивались всяких показателей улава рыбы, освоили упушной промысел. Сестры прадеда рыбачили наравне с мужчинами. Прадедушка летом работал в рыбзаводе «Говар» учетчиком рыбы. Осенью Юго и остальных детей отправили учиться в школу в село Тумат. Он там жил и учился два года, работая во время каникул и после окончания учебы. Прадед с сестрами и с подросшим племянником возвращается на родину в 1947 году. Закончив якутский курс исчезчиков, прадед работал щитоводом, затем был гагтером в совхозе. В 1949 году он женится, и у них появляется шестеро детей. В 1965 году и почти до конца своих дней прадед работал ассиминатором в совхозе. Умер прадед в 55 лет. Переселение оставило следы на его здоровье. Много противоречивого есть в нашей истории. Одно бесспорно, пока есть люди, способные на такой героизм, силу духа, самоотречение, у нас есть родина, есть память, есть история, и значит есть будущее. Черпчинские переселенцы в эти тяжелые годы смогли вытерпеть, выжить, внести свой вклад в победу. И мы, подрастающее поколение, их потомки, должны всегда помнить об этом. Спасибо за внимание. Большое спасибо за выступление. Вопросы? Максим, а по какой причине началось переселение Черпчинского населения? Знаешь причину? Да, знаю. В Черпчинском районе тогда началась сильная засуха. И еще война. Еще была война, так что они хотели подстрелить двух зайцев сразу. Не, а почему на север? Чтобы они там рыбачили. Ага. Спасибо. Можно я сейчас добавлю быстренько? Дело в том, что вас должно заинтересовать, а почему на восток, на западе-то что происходило? Самые рыболовецкие зоны, они все как бы попали под оккупацию. Балтийское море-то, да? И поэтому союзного значения задача была на востоке организовать рыболовецкие заводы для того, чтобы кормить и фронт, и центральные города. На это обязательно нужно обращать внимание, не только региональный компонент, а смотреть в целом, по всей стране, что происходило, обстановку. Все, извините. Спасибо. Спасибо за выступление. Так, слушаем Савинова Айтал Васильевича. Вы здесь? Да, я тут. Давай. Здравствуйте, меня зовут Айтал Савинов, ученик шестого класса школы номер 26. Презультат все видно? Все видно. Мой проект называется «Поиск бездействия пропажных солдат» на примере поисково-исследовательского клуба «Красный Топыт». Актуальность. В Великую Отечественную войну из Якутии было призвано более 62 тысяч человек. На фронте погибло около 37 тысяч воинов якутян. Пропали в Белике более 7 тысяч, в том числе мой прадед Абут Афаникентий Павлович. Будучи членом поисково-исследовательского клуба «Красный Топыт», я нашел бездействий пропавшего прадеда и на своем примере решил показать 5 шагов поиска. На своем примере поиска прадеда разработать 5 шагов поиска бездействий пропавших воинов в Великой Отечественной войне для увековечивания памяти. Новизна работы. В поиске ввести пропавших и не вернувшихся с поля воинов якутян и размещение информации в порталах «Мемориал» и «Паэт народа». В 2015 году был создан пик «Красный Топыт» из числа учащихся в Мужейного Кружка. Светопуты встречались с ветеранами войны, собирали воспоминания, выходили на дому Тимуровской помощи. Основными задачами поисково-исследовательского клуба «Красный Топыт» являются поддержка и сохранение связи с ветеранами тыла и детьми войны, работа по выявлению и получению информации о боевых путях бездействий пропавших солдат из Икуты во время Великой Отечественной войны, проекты музея «Пикрасный Топыт», «Следопыт», киностудия «Следопыт» и клуб экскурсоводов. Мы с 2018 года активно работаем по проекту «Мой прадед – неизвестный солдат». По адресам поисковых интернет-сайтов выявили о судьбе 20 без вести пропавших и не вернувшихся с поля воинов Якутия. В сети есть множество интернет-сайтов, где можно найти данные о родственниках и близких, погибших или пропавших в бездействии в ходе войны. Берем заявки от знакомых и учеников нашей школы и начинаем искать. По сайтам даем запросы о воинах, полученные комментарии о солдатах и всю информацию передаем родственникам. История поиска моего прадеда. Мой прадед Абутов Иннокентий Павлович родился на участке Адыга, Ворошилос-Хакокоза, Кобельского района. Перед войной он женился, у него родились две дочери. В своем родном селе он построил школу, где учились все его внуки и все его дочери, и моя мама в том числе. В 1942 году его призвали на войну, и он, оставив свой родной Алас, уехал на войну. Сперва на пароходе, потом на поезде. Переплыв в Каспийское море, он дошел до Краснодарского края. В Краснодарском крае его боевой путь прервался. В 1984 году моя прабабушка получила весточку, что мой прадед погиб в Краснодарском крае и больше не было информации о нем. Мы написали разные сайты, и на наши письма ответил директор поискового клуба Лев Михайлович Кравченко и отправил нам боевое натисение нашего прадеда. Мы узнали, что наш прадед Геройский погиб 9 марта 1943 года и был захоронен в хуторе Зеленский, Славянского района, Краснодарского края. Он служил в строком 880 строковом полку 295 строковой дивизии. В 2018 году мы ездили на место захоронения нашего прадеда и отнесли ему землю своего родного Аласа. Также мы внесли информацию о прадеде портала «Память народа и мемориал». Пять шагов поиска бедности пропавших. Первый шаг – поиск солдата в общенных банках данных «Память народа и мемориал». Второй шаг – поиск солдата с помощью военно-патриотических клубов и поисковых отрядов. Третий шаг – поиск информации в интернете и военных госпиталях. Четвертый шаг – письмо запрос в Центральный архив Министерства обороны, который находится в городе Подольск. Пятый шаг – поиск с помощью Международного движения «Красный крест» и «Красный полумесяц». В данное время ведется работа двух воинов пропавших без вести. Андрей Иван Захарович, Алексей Семен Афанасьевич. В заключение хочу сказать, благодаря подвигу моего прадеда и всех воинов Великой Отечественной войны мы живем под мирным небом. И хочу им сказать спасибо за мирное небо. Подробные о поиске пропавших солдат смотрите на моем YouTube-канале и в Instagram. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Вопросы есть? У меня тогда такой вопрос. Я, как понимаю, вы члена у нас клуба, да? А вот в условиях, в которых мы оказались с прошлого учебного года, с весны, вот дистанционно сидим почти, да? Как работает кружок? Ну, мы делаем уроки по Zoom. Вы встречаетесь тоже в Zoom, да? Да. Большое спасибо. Интересное выступление. Так, слушаем Слепцова Артура Александровича. Вы здесь? Артур Александрович. Здесь. Хорошо. Вам слово. Сейчас. Видно. Видно. Допускается. Презентация будет же, да? Да. Здравствуйте. Меня зовут Слепцов Артур. Я ученик 6-го класса школы номер 17 в городе Якутска. Руководитель Торбукина Ирина Егоровна. Темой моей работы является тушенка военной еда. Наверное, нет человека в мире, который бы не знал, что такое тушенка и ни разу не пробовал это блюдо. В секунде я хочу рассказать вам об тушенке военной великой части войны и рассказать тайные вопросы об этой военной еде. Тушенка. Мясо приготовленное. Презентация не включилась. Презентация не включилась. Да, зависла, к сожалению, у вас. Сейчас подождите. Может, пока вы налаживаете, Артур. А, вот пошло. Видно, да? Теперь все видно. Все видно. Хорошо видно. Сейчас. Подождите. Заново начнется. Заново. Нет, мы уже прослушали ваше введение. Поэтому можете продолжать. Тушенка. Мясо приготовленное посредством тушения. Мясо тушения может храниться годами, сохраняя при этом свою пищевую ценность. Одна из легенд гласит, что тушенка в нашей стране появилась только в годы Второй мировой войны. Когда мясо же сына в банках стала поставляться в СССР в качестве гуманитарной помощи от американских союзников. На деле же не совсем так. Это и разберем мы сегодня в моей работе. Актуальность выборной темы прониктована временем. Чем дальше от нас в военные годы просто в столетие, тем сложнее нам представить, как выживали люди-солдаты в то нелегкое время. Поэтому сегодня, в дни, когда мир отмечают юбилеи и победы над фашизмом, мы хотим вспомнить о таком важном стратегическом моменте жизни солдата. Как его питание. Ведь прием пищи для солдат был не просто талением голода. Селью сельской работы является изучение о тушенке в военное время. В частности, во времена Великой Отечественной войны. Для достижения этой сели были поставлены следующие задачи. Ознакомить с историей тушенки. Посмотреть основные этапы проявления тушенки в России. Изучить роль земли по латинскому комбинату в Великой Отечественной войне. Проанализировать объем поставки американской тушенки в годы Великой Отечественной войны. Познакомиться с торговой маркой «Спам». Первые консервы появились во Франции в начале 19 века. В 1804 году французский кондитер Николай Французу Апер предложил собственный способ консервирования мяса. Это изобретение было встречено огромным интересом по всему миру. Технологии начали использовать в Британии, США и Германии. Наше государство тоже присматривалось к интересным способам консервации пищи для армии. Наконец, в 1870 году в нашей стране появился первый консервный завод в Санкт-Петербурге. Франц Азибер – человек, который открыл этот завод. В 1875 году консервы стали включаться в солдатский паёк. Особенно полюбили тушенки в армию. Перед Великой Отечественной войной в стране были созданы огромные запасы тушенки. По некоторым данным, оставшиеся запасы были исчерпаны к 1943 году, как удержали многие ветераны. Начиная с этого времени и до конца войны они уже не получали на фронте отечественной тушенки. Легендарный семипалатинский мясоконсервный комбинат был открыт в 1931 году в Казахстане. По словам ветерана семипалатинского мясокомбината, за годы войны на фронт было отправлено порядка 100 миллионов банок консервов. За годы войны США поставили для нужд советской армии в рамках программы «Ленд-Лиза» более 2 миллиарда банок тушенки общим весом 646 тысяч тонн, что пять раз превышало производство местных консервов СССР за тот же период. На презентации вы видите банку консервную СПАМ, датировка 1942-1944 год, место создания США, коллекция из Карельского фронта. СПАМ называли вторым фронтом. СПАМ – торговая марка консервированного мяса производимого американской компанией «Hormel Foods Corporation», аббревиатура от английского «shoulder of part and harm», фюмли, лопатки и окорока. По лету Лизу СПАМ поставлял СССР во время Второй мировой войны и был основным поставщиком. Американская тушенка сегодня. СПАМ до сих пор очень популярен во всем мире. Сейчас СПАМ продается в 40 странах на 6 континентах. В штате Миннесота даже есть музей СПАМа. Через сайт spam.com можно сделать заказ в любой точке мира. Это интересно. Откуда появилось слово СПАМ? Сегодня слово СПАМ идет на каждом, кто используется интернетом. Это слово как раз таки появилось от американской тушенки СПАМ, в которой была чересчурная зойливая реклама. Сравнительный анализ советской американской тушенки. Я сравнил составы без срока гонности американской и советской тушенки. Сравнение показало, что есть различия по составу и сроку гонности тушенок. Наша советская тушенка по составу более натуральная. В заключении хочу сказать, что к началу Второй мировой войны с резервами были сделаны значительные запасы тушенка для нужной армии. Однако большинство армейских складок с резервами располагалось на западе страны и потом были захвачены немскими первые же месяцы. Великая честь войны. Оставшийся запас от тушенки отрасленно хватило до 1943 года. После 1943 года советский солдат вырежал американской тушенка. Полность консервирования мяса остается неизменной, поскольку обеспечить связь мясом все население страны невозможно. Популярный мясной консервы в Российской Федерации весьма высока. Конечно, по вкусу тушенка не сравнится с виде приготовленной говядины, но она продолжает оставаться очень популярным в пищевом продукте. Потому тушенка не заменила походах, поездках, когда не поедет вкусную и питательную пищу. Спасибо за внимание. Большое спасибо за выступление. Вопросы? Насколько была вам интересна эта тема, мне хочется поэтому задать вопрос. Каким образом поставлялась тушенка, допустим, вот, например, к нам в Якутскую республику? Поставлялась ли она? И каким образом поставлялась? Вы так думаете? А насчет перелетов самолета в Алсип, что вам известно? И Северный морской путь. Вам тоже что-нибудь известно? Деятельность по военным? Как второй фронт поставлял? И Северным морским путем. Тут ведь совсем недалеко. Вот, то есть, вот, если тема интересна, интересны должны быть, как бы, всесторонние, да, вопросы. И вопросы поставки, они же тоже достаточно интересны. И вы в этом направлении можете вести, ну, как бы, дальнейшие исследования, да, это к этому. Так, да, спасибо, очень интересная тема. Это, как бы, момент повседневности, да, военного периода. Трудности с питанием, и вот второй фронт таким вот образом, как бы, вносил свой вклад, да. Спасибо. Неплохо бы расширить в будущем, вообще-то. Например, сравнить рацион советских солдат и немецких солдат. Ну, в будущем. Ага, спасибо. Большое спасибо за выступление. Для начала разберутся по поставкам. И следующее у нас Тимофеева Айсара Прокопьевна. Тимофеева Айсара, вы здесь? Да, здесь. Слушаем вас. Спасибо. Слушаем. Спасибо. Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Тимофеева Айсара, ученица 6-го класса, МОБУ-СОЖ номер 17. Тема моей исследовательской работы – новые памятники города Якутска. Актуальность моей работы. Каждый день мы проходим мимо памятников нашего города. Мне стало интересно, кому и с какой целью сделали эти памятники. Цель доклада – изучить новые памятники города Якутска, привлечь внимание учеников к памятникам города. Задача – изучить термин памятники и их виды, собрать фотографии, исторические материалы по памятникам и скульптурам города Якутска с 2014 по 2020 год, провести опрос среди обучающихся 6-го класса, сделать презентацию по собранным материалам. Наша гипотеза. Зная некоторые памятники города Якутска, дети не знают истории их возникновения, а также памятники, установленные в последние годы. Наша работа может способствовать развитию интереса и внимания памятникам родного города ко всему прекрасному, что окружает нас каждый день. Памятники – это прежде всего память о человеке, о месте каком-либо событии. Памятники помогают нам приблизиться к той эпохе, в которой жили и совершали подвиги эти люди. Есть несколько видов памятники – статуи, триумфальные арки, облески, трофеи, кинотафы, абстрактные композиции, памятный знак, памятная доска, мемориальные комплексы. В нашем городе нет таких памятников, как трофеи, кинотафы и абстрактные композиции. Якутске были установлены новые памятники, ставшие любимыми местами отдыха горожан, символизирующие человеческие ценности, добро, веру, любовь, а также установленные в честь великих людей. Поиск базы данных показал, что до 2014 года есть сведения о памятниках города Якутска, поэтому мы решили исследовать памятники с 2014 по 2020 год и разделили их по годам установки. Вы можете видеть на слайде памятники 2014 года. Это памятники, которые были возведены в 2016 и 2017, в 2018 и 2019. И вот эти памятники были установлены в 2020 году. Для подтверждения нашей гипотезы мы провели опрос среди обучающихся 6-го класса, мобусоршен номер 17. Было опрошено 35 обучающихся и предложено анкета из следующих вопросов, которые вы можете видеть на слайде. Результаты опроса. На первый вопрос 74% обучающихся ответили, что останавливаются, что просмотреть. При ответе на второй вопрос мы выяснили, что 83% детей хотят знать историю памятников. На третий вопрос ученики ответили, что памятник украшает город 91%. При ответе на четвертый вопрос мы выяснили, какие памятники города знают обучающихся 6-го класса. Большинство опрашивают памятники Владимиру Ильичу Ленину, Платона Алексеевича Аюнскому, Семена Дежнева и Абакаяди, Александру Сергеевичу Пушкину, памятник Мамантюнку и Алексею Елисеевичу Кулаковскому. Тем самым наша гипотеза заказана. Большинство детей не знают новые памятники города Якутска и у них есть интерес к истории памятников. Заключение. В результате работы над проектом была сделана презентация с 2014 по 2020 год города Якутска, которая может помочь школьникам и взрослым дополнить информацию о новых памятниках города Якутска. В ходе работы, проведенной по изучению памятников, у нас возникло затруднение в получении информации о дате установления памятника и автора. Нам хотелось бы, чтобы на памятниках были надписи о дате и авторе памятника. Установили, что все памятники имеют огромную ценность, отражают историю нашей республики и страны. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Вопросы? У меня такой вопрос. Самый ваш любимый памятник? Какой вы считаете ваш памятник? Мой самый любимый памятник – это памятник Карине Чикитовой, который был установлен в 2016 году. Хорошо, спасибо. Очень интересный памятник, да? Ну, слушаем Топоркову Эмилию Антоновну. Эмилия, вы здесь? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Включила. Так. Другой ученик демонстрацию Кана должен получить. Не можете включить демонстрацию Кана, так как ее делает другой ученик. Все. Спроси тогда, как можно. Так. Нажми, нажми на видео тимпация и совместно используем. Все. Более, старого возраста. Снимка. А, свят. Ага. Теперь показ слайдов. Надо нажать. Ой, подожди, а там очень черный. Вот это показ слайдов. Все, все, да? Включилось. Да. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Топоркова Эмилия. Я ученца 5-го Б класса. Моба городская классическая гимназия. Тема моего исследования – создание книги «Война украла наше детство» на основе воспоминаний детей войны городского округа Житай. В которую я включила воспоминания 76 ветеранов. Мою книгу вы можете видеть на экране. Изучение истории своей страны на основе воспоминаний прямых свидетелей имеет большое значение для формирования патриотического сознания, воспитания и уважения к историческому и культурному прошлому, для развития гражданской ответственности подрастающего поколения. Я задалась вопросами. Кто они, эти дети войны? О чем они мечтали и что им пришлось пережить? Какова их роль в деле при решении победы? Нами не было найдено литературных источников, содержащих какую-либо информацию о жизни в годы войны, послевоенные годы детей войны, проживающих в данное время в городском округе Житай. Это обуславливает актуальность теоретическую и практическую ценность выбранной нами темы. Актуальность проблемы исследования обусловлена отсутствием информации о предмете исследования и заключается в необходимости сохранения воспоминаний детей войны, проживающих на данный момент в поселке Житай, в сохранении памяти об этих людях, о событиях Великой Отечественной войны и о распространении полученной информации среди современного подрастающего поколения. Объектом исследования является жизнь детей в годы Великой Отечественной войны, 41-45 годов и в послевоенные годы. Предметом исследования уступают воспоминания детей войны, проживающих на данный момент в поселке Житай. Нами сформулирована следующая гипотеза. Сбор воспоминаний детей войны как прямых свидетелей Великой Отечественной войны является чрезвычайно важным способом сохранения информации о событиях войны. Публикация книги и распространение материала последований среди современного подрастающего поколения будут способствовать более глубокому пониманию этого трагического периода в истории нашей страны и тем самым воспитанию уважения к историческому и культурному прошлому нашей страны. Целью данного исследования является создание книги «Война украла наше детство» на основе сбора, систематизации и публикации воспоминаний детей войны городского округа Житай. Достижение поставленной цели и проверка гипотезы предполагают решение следующих задач. Во-первых, поиск и составление списка детей войны в сотрудничестве с администрацией поселка Житай. Во-вторых, составление списка вопросов детям войны. В-третьих, создание бумажного и электронного архива воспоминаний детей войны посредством посещения и беседы с каждыми из них. В-четвертых, сбор материалов, фотографии и документы из семейного архива для оформления книги. Пятое, публикация книги. В-шестых, использование материала книги для организации и проведения уроков классных часов, посвященных событиям Великой Отечественной войны с целью формирования патриотического сознания, воспитания и уважения к историческому и культурному прошлому нашей страны у подрастающего поколения. Научные методы. Теоретические, формулирование гипотезы, постановка целей и задач исследования, сбор информации, анализ информации, синтез и систематизация собранных материалов, проверка гипотезы. Практические, составление списка детей войны, проживающих на территории городского округа Житай, составление списка вопросов, опрос, интервью, наблюдение, подготовка материала для публикации книги, компьютерная верстка материала в книге, редактирование материала. Научная новизна и исследования заключаются в том, что впервые собраны, проанализированы и систематизированы и опубликованы материалы о детях войны округа Житай в виде книги «Война украла наше детство». Теоретическая значимость исследования определяется тем, что полученные материалы и исследования дополняют представление о тяжелых трагических событиях Великой Отечественной войны, о развитиях страны в послевоенное время. Теоретическая значимость исследования заключается в возможности использования результатов исследования материала в книге «Народных историй» при организации мероприятий в неурочных занятиях классных часов, направленных на патриотическое воспитание молодого поколения. Вот некоторые из тех живых историй, что я отразила в своей книге. Исакове Дагия Яковлевна вспоминает, «Если в доме очаг горит, значит, все живы и здоровы. Если потух или потухает, значит, никого нет, все умерли». В памяти Исакова Александра Николаевича навсегда остались картины полуголодного детства, «Как ели шкуру от коровы». Максим Афаркадий Алексеевич рассказал, как люди умирали у себя прямо в домах от истощения. А в детстве маленькой Вале Максиму Валентине Афанасьевне отец написал письмо, все от начала до конца пронизано любовью к ней, с наказом, как вести себя, помогать матери и заботиться о младшем бросишке. Он писал его перед отравкой на фронт, до сих пор хранит его письмо. Балашова Валентина Иларионовна запомнила день, когда Грин расстрел вместе с матерью и младшей сестрой. Ее детское сердце подсказывало, что ведут убивать. Но началась бомбежка, им удалось убежать в лес, до сих пор просыпаются с страхом того, что сейчас поведут на расстрел. Шитова Ефросинья Алексеевна запомнила налет на село полицаев, когда у матерей вырвали из рук маленьких детей, бросали их в сторону, а матерей собрав в общую колонну увозили в Германию. Но всегда в память врезался этот страшный крик матерей и детей, как всеобщий стон беспомощности и всеобщего горя. Муравьева Мария Васильевна запомнила, как в село внезапно въехали немцы. Собрали всех мужчин за ограждение под колючей проволокой рядом со школой, где располагался немецкий госпиталь. Мужчин заводили туда, брали у них всю кровь для лечения раненых немцев, после чего односельчане выходили, падали прямо с крыльцом и умирали прямо у них на глазах. Перед отступлением немцев они, будучи детьми, спасали старшего брата, когда всю молодежь улыбняли в Германию. Положив его на лавку, прикрыли пледом, сосающим до пола. Все дети сели по краю лавки. Немцы проверили весь дом, но брата так и не нашли. Перед глазами Зоя Веры Ефремову всю жизнь страшная картина, как немцы наказали женщину, прятавшую себя в доме партизан. Ее привязали ногами за машину и так возили до рассвета, чтобы люди смотрели, что бывает за помощь в закрытии партизан. Детьми они смотрели в окно на эту страшную картину. От головы той женщины тогда практически ничего не оставалось. В моей книге вы можете прочитать еще больше живых историй. Собирая материал, я параллельно проводила видеосъемки и интервью с ветеранами, чтобы самые трогательные, на мой взгляд, воспоминания донести в живом виде до потомков. Я планирую в будущем создать на их основе документальный фильм «Память о детях войны». После написания книги мы при поддержке администрации «Вень пожилых людей» организовали встречу с ветеранами. Дети поселка выступили с концерта. Ветераны были так рады, что о них не забыли. Они были так благодарны. А вместе с ними радовались и мы, что принесли чуточку радости тем людям, которые помогли победить в той страшной схватке с фашизмом. Ради таких моментов и стоит жить. Были проведены дистанционные классные часы на тему «Дети войны. Война украла наше детство». Момбо-городская классическая гимназия. В рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне для учеников 4-й класса с общим охватом 114 человек. Ученики проявили большой интерес к теме проведенных мероприятий. По результатам опроса 100% респондентов отметили практически значимость проведенного исследования. По результатам проведенного исследования я сделала выводы. Во-первых, собраны объемные материалы, имеющие историческую, культурологическую ценность. Во-вторых, мы убедились в важности, целесообразности и необходимости проведенного исследования. Создание книги является важным средством сохранения памяти о трагическом периоде в истории нашей страны, Великой Отечественной войне. В-третьих, информация, полученная в ходе исследований, является ценным материалом для дальнейшего изучения осмысления анализа. В-четвертых, материалы исследований, книгу «Война украла наше детство», можно и нужно использовать на уроках истории, в неклассных мероприятиях, классных часах, посвященных Великой Отечественной войне. С целью формирования патриотического сознания, воспитания и уважения к происшествующим поколениям, бережного отношения к их памяти, уважения к историческому и культурному прошлому нашей страны. Поставленная цель создания книги «Война украла наше детство» на основе сбора, систематизации, публикации воспоминаний детей войны городского округа Жатай была достигнута. Поставленная нами в начале исследований гипотеза получила подтверждение. На основе материала в книге опубликованы две статьи в газетах «Юность севера» и «Жатайский вестник». Книга стала победителем в номинации «Лучший текст 75-летия победы» в первом Дальневосточном конкурсе в области детской и юношеской журналистики. В общественных коммуникациях ДВФУ. Несомненно, данная тема требует дальнейшего серьезного и тщательного изучения. Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в продолжении сбора аудио- и видеоматериалов для дальнейшей работы по созданию документального фильма «Павить о детях войны городского округа Жатай». Благодарю за внимание. Большое спасибо за выступление. Вопросы есть? Очень эмоционально, очень патриотично. Настолько хорошо и качественно проделана работа. Вопрос. Каков Ваш вклад личный в этот проект? Повторите, пожалуйста, еще раз вопрос. Связь прервалась. А что сделано конкретно Вами в этот проект? Какую долю участия в этом проекте приняли Вы лично? С апреля по август мы с мамой каждый вечер ездили по поселку Жатай и собрали информацию о детях войны, их воспоминания. Так как в наше время дети и юные подростки мало знают о событиях Великой Отечественной войны, имеют слабое представление об этих тяжелых трагических годах в истории нашей страны и их влиянии на развитие страны в послевоенное время. Наши встречи с ветеранами проходили в теплой обстановке, а говорили мы подолгу, но из-за того, что мы услышали, боль в наших сердцах, навсегда остались старческие, скупые слезы, наполненные обыкновенной грустью о том тяжелом детстве и печальные глаза. Спасибо большое. Эмилия, большое спасибо. Так, у нас осталось, ну, по спискам три выступления всего лишь, да? Ну, надеюсь, у нас времени хватит. Так, Ларионов, Анастасия Алексеевна, я вас вижу, вам слово. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Ларионова Настя, ученица 7-го А-класса, Рубинский СОЖ, номер 1, у Салданского района. Называния улицы могут много рассказать об истории населенного пункта, о быте и заботах его жителей. Мне захотелось узнать об улицах родного села больше, сколько в нем улиц, как называется, чье имя носит. Тема моей исследовательской работы – улицы моего родного села Барагонцы. Цель – изучить улицы моего села Барагонцы, узнать, чьи имена они носят, из чьей кого или чего названа та или иная улица. Задача – изучить литературу, определить количество улиц, изучить краткие биографии людей. Объект – улицы села Барагонцы, предмет исследования, происхождение названия улиц, гипотеза. Можно предположить, что если улицы носят чье-то имя, видимо, эти люди были выдающимися людьми своего времени. Методы работы – анализ литературы, интернет-источников. Новизна – определяется изучением истории улиц моего села, изучением биографии людей, общей с которыми были названы улицы. Актуальность работы – каждый житель нашего села должен не только знать название своей улицы, но и знать историю ее создания. Название улиц является важной частью нашего исторического наследия. Первая часть моего доклада – это «Историческая справка о возникновении села Барагонцы и улиц в нем». В 1930 году Байгантайский, Депсюнский и Барагонский улусы образовали единый Усалданский улус. В 1936 году по постановлению районного исполнительного комитета и райкома партии «Центр улуса Истамтор» наверху Аласа Мируй переехал вниз в село Барагонцы. Летом 1936 года было только четыре дома – школа, дом райсовета, сельмак, госбанк. А осенью – 1936 года – из села Тамтор переехал 10 домов. Через 10 лет, 20 ноября 1946 года по решению преисполкома вышло постановление о названии улиц села Барагонцы и о пронимировании домов. Так образованы четыре прямые улицы – Нагорная, улица Ленина, Барагонская и Набережная. Сегодня центр Усалданского района – село Барагонцы, один из самых красивых центров республики. Вторая часть, но основная – классификация улиц села. Проведя анализ существующих названий улиц нашего села, можно выделить следующие группы. Фоминные – всего 23 улиц. Объектные – всего 14 улиц. Природно-географические – 6 улиц по сторонам света – 4. По датам – 5. Территориальные – 6. Наибольшее количество улиц названы по фамилиям людей, поэтому мы фамилии и названия тоже разделили по подгруппам. По фамилиям известных людей России – 3. По фамилиям известных людей нашей республики – 7. По фамилиям известных людей нашего Уруса – 11 улиц. В нашем селе всего 60 улиц. Нам стало интересно, где живут наши ученики. Для этого мы привели анализ места жительства учеников Берлинский СОЖ-1. Всего рассмотрено 641 адресов, 38 улиц. И выявили, что наибольшее количество улиц живут на улице Ленина – 142, на втором месте улицы Лонгинова – 102, на третьем месте Окоемова – 65 и на четвертом месте Мигалкина – 52. В заключении поставленные цели и задачи выполнены. Я пополнила свои знания по истории родного села, подтвердила гипотезу о том, что название улиц тесно связано с социально-экономической историей нашего села и всей страны, с природной средой, с богатейшей отечественной культурой. В своем работе я охватил не все улицы, поэтому данную работу можно продолжить. Практическая значимость исследования данный материал можно использовать на уроках окружающего мира при проведении классных часов и викторин, на кружковых занятиях по краеведению. Мы должны помнить свое прошлое, чтобы с надеждой смотреть в будущее. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Вопросы есть? Так, вопрос. А вы на какой улице живете? Акаемово. Акаемово. Хорошо. Большое спасибо. И у нас осталось два доклада. Ну, наверное, девочку пропустим вперед, да? Исакова Даяна Васильевна. Просим вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Исакова Даяна. Я ученица 7-го Г-класса, МОБУ-СОЖ, номер 17. Тема моей работы – воссоздание первоначального образа главной аллеи парка и культуры отдыха города Якутск. Тема моей работы – воссоздание… Ой. Всю историю города Якутска можно проследить по элементам отражающихся фотографиях, письмах, кинофильмах и, конечно же, архитектурном облике города. В число таких исторических архитектурных объектов входит и городской парк культуры и отдыха города Якутска. Цель работы – воссоздать первоначальный образ главной аллеи парка культуры и отдыха города Якутска. Задача – изучить историю архитектурных и скульптурных сооружений парка, исследовать современные памятники и объекты парка, провести опрос среди горожан с целью выявить их отношения к парку. Перед проведением исследований я провела опрос горожан. В анкете были следующие вопросы. В результате анализа анкет выяснилось, что многие отдыхали и любят бывать в парке культуры и отдыха, но не знают, кто спроектировал парк и сколько ему лет. Этот опрос подтолкнул Кидеева создание первоначального образа главной аллеи парка культуры и отдыха, тем самым привлечь интерес к истории парка и его ценностям при проектировании. История. В середине 1930-х годов институт Ленгипрогор начал разработку центральной части Якутска, в том числе и парка культуры и отдыха. Проект парка был принят в 1936 году. Малоземов Иван Иванович сделал проект парка культуры и отдыха. Архитектура. На выбранной территории ленинградские архитекторы создали грандиозный проект, полностью отвечающий городостроительной политике Советского Союза. Проект Ленгипрогора в 1936 году не был реализован из-за климатических условий и нехватки специалистов, за исключением некоторых фрагментов. История центрального входа парка. Я нашла несколько старых фотографий в входной арке парка. Анализируя фотографии, изучила историю. Первоначальным материалом для главного входа в 1936 году послужила древесина. Вследствие этого входные ворота неоднократно перестраивались. В 50-х годах входная арка была немного изменена. Верхняя часть имеет прямоугольную форму. С двух сторон расположены портреты Ленина и Сталина, но все еще в деревянном виде. На входе 1964 года центральный вход перестроен. Арка выглядит минималистично и построена из бетона. При внимательном изучении входная арка открывает вид центральный, где видно сооружение второй арки, ведущей в парк. Это доказывает, что работы по проекту Ленгипрогор 1936 года продолжались. На фото 2015 года арка расширяется и по горизонтали с двух сторон декорирована геометрическими фигурами. С правой стороны объединены в три столбца. На фото 2020 года добавлена ночная подсветка в виде композиции несимметричной формы. Изучение советских парковых скульптур. Фонтан. В центре фонтана раньше располагалась анималистическая скульптура оленя. Позже эту скульптуру заменили в виде чаш, напоминающих национальную посуду КТЯ. Советская скульптура. Начиная с 1950-х годов шла установка разных скульптур. Так известный образ девушки с веслом был использован и в Якутском парке. И в центре нижнего парка располагалась скульптурная группа рабочий и комсомолец из бронзы. В разные годы в парке стояли памятники политических деятелей. Практическая часть. Частичное воссоздание скульптурной композиции. Я нашла в интернете фото похожих скульптур, которые, по словам старожил, находились по обе стороны аллеи. С одной стороны девушка с веслом и жница, с другой стороны пионеры. Эти скульптуры изображали образы советских людей. При помощи приложения и без ПНХ я вырезала фото скульптур и вставила фото современной аллеи. Получилось частичное воссоздание скульптурной композиции. Такое воссоздание помогает представить, каким был парк в прошлом. Это мое представление по изученному материалу и не может быть идентичным с проектом. Я думаю, что в будущем можно будет сделать виртуальное путешествие в прошлое нашего парка культуры и отдыха. Современные сооружения парка. Со временем в парке культуры и отдыха появились современные сооружения, которые очень украшают его. Но нет общей тематики сооружений. Они все разные. Заключение. В ходе исследования проведен опрос населения с целью узнать отношения к парку. Результатом опроса стала идея частичного восстановления первоначального образа парка. Анализ фотографий арки разных лет показал не только историю пока парка, но и идеологию разных периодов общества. Открытием стало фото 1964 года, доказавшее, что работы по проекту продолжались в 60-х годах. Изучение советских парковых скульптур стал показателем идеологических ценностей советского времени. Проявлено частичное воссоздание скульптурного комплекса, изображающих образы советских людей. Это мое введение по изученному материалу. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Вопросы есть? Как давно вы занимаетесь этой темой? С начала сентября. То есть эта тема достаточно нова получается в вашем исследовательском проекте? А до вас этой темой никто не занимался? Нет, вроде. Потому что это действительно очень интересно, тем более в последнее время появилось так много фотографий из старого Якутска. Спасибо огромное за работу. И за такой небольшой промежуток времени вы так много всего узнали, да? Большое спасибо. И у нас остались мальчики. Наговицын Артур и Наговицын Эрхан. Вы же здесь, да? Есть. Вам слово. Наговицын Эр Якастя Добрый день, уважаемые эксперты, Яна Павлицына Тур, Яна Павлицын Эха, ученики 6 классов в Ниндийской Тошко-Абьянской Болусы. Тема нашего доклада «История ледника Павельского лута». Актуальность темы. С детства мы не терпели до наступления лета. Мы всей семьей приезжаем наш ледник к Толутах. По рассказам родителей, мы поняли, что народ из Саха издревле при наступлении переезжали в ледник. Цель работы изучить историю много ледника к Толутах. Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи. Сбор материалов по истории ледника и ее обработки. Посетить местные краеведческие музеи и дополнить сведения родного края. Сбор воспоминаний у жителей ледника и ее обработки. В первой части нашей работы мы немного рассказали о жизни икутов. Раньше икуты жили по семьям Аласов. В среднем в семье насчитывалось 10 человек. А иногда в Афир семьи доходило до 10 человек. Каждая семья имела скот несколько голов. Во второй части рассказали историю названия Каталукта. Вначале называлось Норютей. Потом, когда в озере утонул человек, по старым поверью нужно было озеро переименовать. Так как там в то время часто прилетали белые жавли и танцевали. Третья часть нашей работы посвящена первым жителям поселка Каталукта. Первым поселенцем в этом Аласов является Наговица. Урожение Смадутнамского улуса. Его народное прозвище Норютяя. Поэтому первое название Каталукта было Норютяя. Потом, когда последствия стало больше, разделились на два участка. Каталукт на звание местности и долина Куру. Мы узнали, что там жили следующие люди. В 1920-х годах жили следующие люди. В 1960-е годы жили следующие люди. В 1969 году в Каталуктах обосновалась зимняя ферма совхоза. В четвертой части нашей работы мы рассказали об открытии первой школы. В 1932 году в Каталуктахе открыли первую школу. Первыми учителями были Наговица Николай Федорович и Жирков Семен Георгиевич. Наговица Николай Федорович был родом с нашего наследия. А Жирков Семен Георгиевич приехал с фандалатского бута. Жирков был ветераном войны и пила. Первый школьник детей было 24. Кроме этого учились 18 взрослых людей. Всего участвовало 42 человека. Здесь представлен первый школьник Каталуктаха. Пятая часть исследования посвящена воспоминаниям об эллой жизни Каталуктаха. Для этого двух старожилцев были собраны воспоминания. Винокуров Николай Егорович родился в Каталуктахе. Он рассказал об создании сапоза к учатке. С лицом Марьеми Иремейна рассказал о том, как ее родители работали на фельме и как у них дети помогали. Делали дымокуров, комаров, с дателятами смотрели, воду носили. После немного удоя все доярки собирались и шли на сынокос. Последний час работы посвящен в настоящий период нашего ледника. Он находится от поселка Чардах 3-х километрах. Наши пароваршки с прадедушкой жили и работали в совхозе Каталуктах. А дедушка учились там в школе. Потом уже, когда они переселились в поселок, тогда все равно лето проводили в Каталуктахе. В заключение хотим сказать, что мы очень многое узнали о своем крае, о первой школе, о первых учениках, о жителях ледника, про название ледника и его истории. Собрали его вспоминания, научились собирать материалы и излагать свои мысли. Все равно, хоть и Каталуктах ледник, мы его считаем поселком и очень любым. Нам кажется, что мы все дети природы. Поэтому должны уберегать его и относиться к нему бережно. В заключение мы зачинили стих посвященный нашему леднику. Наш Каталуктах. Домашний скот Каталуктах. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Вопросы есть? Вы, ребята, сами там лето проводите, да, я как понимаю, да? Да, ребята? Ага. Да? Все лето там проводите? Ага. И каждый год там бываете? Да, да. И сколько стихов сочинили? Каждое лето сочинали? Да. А стихи как вы слагаете? Мести или по отдельности? Вместе. Вместе, наверное, да? Молодцы какие ребята. Спасибо вам за выступление. Ну, а у нас вот из участников зала вроде все уже высыпили, но давайте еще раз уточнимся, да? Вдруг они здесь, потому что у нас есть определенные потеряшки, да? Так, Мереева Маргарита Денисовна. Я ее не вижу, но, может быть, она здесь под другим ником сидит. Мереева Маргарита Денисовна. Так. Оглашенной списке, по всей видимости, их нету. Ну, а все остальные у нас выступили. Большое спасибо, ребята, что вы были с нами. Очень хорошие доклады прослушали. Просто радуемся, потому что нам, как преподавателям исторического факультета, работникам, профессиональным историкам, очень приятно, что вы с малых лет вкушаете историю. Потому что история – это очень вкусный, можно сказать, да? Очень приятный предмет, который, ну, человек любой всю жизнь свою несет. А вы, можете, так сказать, уже стали понимающими эту историю уже на очень высоком-высоком уровне. Спасибо, что были с нами. Наша секция, можно сказать, сегодня отработала. Да, отработала. Но с потеряшками мы уточним с оргкомитетом. Вы про них не беспокойтесь. Мы всех прослушаем, всех посмотрим. Но, ребята, вы можете отдыхать. Завтра по программе, я как понимаю, вы программу все знаете, да? По программе в три часа мы должны будем с вами встретиться для подведения итогов. А экспертов попрошу, наверное, остаться. Спасибо. Спасибо большое. Продолжение следует...